Бедрос Филиппович Киркоров Огромное спасибо. 23 года рядом с нами. Вы заработали намного больше, чем наша первичная награда в Союзе Армян-Россия. Огромное вам спасибо. Поздравляем. Хотел бы говорить по-армянски, но вижу здесь все вы прекрасно знаете и русский язык. Я горжусь, что я армянин. Я горжусь, что я родился в Болгарии, которой 500 лет было по-турецкое рабство. Освободила Болгария кто? Русские. Это не надо забывать. Это надо помнить. Смотрите, здесь стоят два маршала. Один из них армянин. Один из них верный друг маршала Жукова. Кто был? Баграмян. Вы знаете, что говорил твои воспоминания маршал Жуков? Я свободен. Я уверен, когда у меня тил стоит маршал Баграмян. У нас здесь сегодня внук маршала Баграмян. Никогда не надо забыть. 72-й год. Это был год радости для меня. Потому что мне звонит Тереза, жена Бабаджанян, и говорит, Бедрос, тебя ищет Баграмян. А я три года назад, до этого, познакомился в ветеринарной академии, где было столетие, а вы знаете, они оба кавалеристы, был приглашен Баграмян. И когда кончился концерт, все побежали к нему получить автограф. А я чисто по-армянски ему сказал, он повернулся ко мне, говорит, ты армянин? Я сказал, айо. Айо, он тут же сказал, турецкий армянин? Да. А почему? Потому что мы, армяне, турецкие, всегда говорили айо, а не чеха. Поэтому, видите, какой устроумный маршал, он искал меня, чтобы повел в Жукову. И когда на моей машине приехали, сосновка, сосновка, он был заточен там, увидел 9-метровый забор, открываются ворота, а там в синих баретах стоят граничники. Я сказал, товарищ маршал, мы границы проходим? Нет, говорит, давай пойдем, сейчас увидишь. Пошли в сад. Там, я смотрю, сидит какой-то военный маршал в баяне. А одноремчатый баян. Знаете, деревенский баян. И набирает песню Алеша. И маршал Баграмян говорит, вот, говорит, это первый исполнитель этой песни, я вам привел, чтобы он сегодня здесь пел. Когда он обратился ко мне, он сейчас поет Алеша. Вы знаете, когда песня закончилась, Болгария и русский солдат, это три раза повторяется. Я тоже повторил, я заметил, что у маршала пошла слезинка. Не за то, что я пел так душевно. Потом по дороге, когда ехали обратно, я спросил маршала Баграмяна, вы заметили? Да, говорит, здесь внук сегодня маршала Баграмяна. Он сказал, один из фронтов, когда он всегда двигался на автомобиле, он всегда сидел рядом с шофером, маршал Жуков. А в это время подходит к нему этот адъютант и говорит, товарищ маршал, давайте поменяем местами. Он говорит, что? Опять разведка плохо работала? Нет, говорит, у меня осущение, что там кто-то не точно докладывал. Мало ли что, прошу вас, садитесь на место и командует шофера, поехали. Но, когда этот разговор ввелся, шофер услышал, прошли 200 или 300 метров. Он сделал так, что машина остановилась и говорит, что-то мотор надо проверить. А в этих моментах всегда Жуков выходил и курил, пока он будет делать. И в это время говорит, спроси еще раз. И во второй раз говорит, товарищ маршал, садитесь второй ряд сзади. Три километра или четыре прошли, снайпер его насмерть. Его взвали Алеша. И поэтому Баграмян именно в этот день привел меня туда, чтобы я спел эту песню. Я эту картину вам дарю. А сейчас хочу сказать только два слова. Навеки запомню. Слышится сквозь годы От звуки раската Как на монументе Памяти страны Пусть узнают дети На уроках в классе О суровых бытвах Тех великих лет Как сошлись на карте Черный цвет и красный Жизнь и смерть Столкнулись на земле Навеки запомним Мы грохот орудий Тревожные зоры Тех дней И будут потомки Стоят в караулах Вечно горячих огней Где-нибудь под кручей Или чистом поле Ржавые осколки Кто-нибудь найдет Сколько перенес он Горести и боли Бедний, но великий Бедний, но великий Наш народ Навеки запомним Мы грохот орудий Тревожные зоры Тех великих дней И будут потомки Стоят в караулах У вечно горящих огней Навеки запомним Мы грохот орудий Тревожные зоры Тех дней И будут потомки Стоят в караулах У вечно горящих огней Тех дней Браво! Петро с Кирпором! Браво!